Не знаю, повезет или нет, недаром охоту за северным сиянием называют охотой. Потому что кому-то везет, кому-то нет. Кто-то уезжает, так его и не увидит. 450 тысяч именно на Кольский полуостров. Но в Териберку каждый второй точно прийти. Это поселок Териберка, ставший известным и популярным на весь мир после того, как Левиафан вышел на широкие экраны. Одно из 20 топовых мест мира по версии National Geographic. Заносы снежные бывают здесь к концу марта до 5 метров высотой. И встречаю пятикратного чемпиона мира. Ребят, я нашла экономный способ для фрирайда. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Меня зовут Елена Кукель и вы на канале о путешествиях. Ребят, мы в Арктике, Заполярный круг, Кольский полуостров. И мы направляемся в поселок, знаменитый поселок Териберка, Баренцево море, а дальше только Ледовитый океан. Вокруг Мурманска по дороге в Териберку и вообще в области очень много кемпингов. Вот сейчас мы доехали до кемпинга, который купольного типа. И нам сказали, что здесь с удовольствием отдыхают люди даже самые холодные периоды года. Вообще 250 тысяч рублей стоит такой домик, купол. Но изначально он идет с пластиковыми окнами. В суровых условиях заполярья пластиковые окна не подходят. Поэтому эти домики требуют дополнительного остекления, утепления изнутри. В общем, суровые условия, с которыми борются хозяева. Около 130 километров от Мурманска до Териберки. Ребят, смотрите, за окном Баренцево море. И это край земли. Край земли, Денис, это реально же край земли. Да. Дальше ничего? Дальше только Северный полюс. А до него только по океану. По океану. И именно отсюда, я так понимаю, отправляются, вот в этой части мира, отсюда отправляются круизы на Северный полюс, да? С Баренцево моря на атомных ледоколах отправляются на Северный полюс путешественники. Да. А сейчас мы заезжаем в населенный пункт Териберка. Да, старая Териберка находится у нас справа. Слева это называется Ладейная Новая Териберка. Почему так популярна Териберка сегодня у туристов? Териберка стала популярна с 2014 года после фильма Ли Айфан в Звягинсово. Но сейчас Териберка входит в топ-20 мест для посещения мира по версии National Geographic. Серьезно? Да. Ребят, мы вам показываем одно из 20 топовых мест мира по версии National Geographic. Куда попало, мы не ездим. Смотрите нашу программу дальше. Дорога до Териберки из Мурманска занимает порядка двух с половиной-трех часов. В том случае, если она убрана, незаметена и в нормальное время года зимой периодически туда вообще не попасть. И дорога бывает закрыта по две недели. Но когда ее расчищают, а ее тут все-таки чистят, комфортно по ней передвигаться. Проезжаем через перевал. Заносы снежные бывают здесь к концу марта до пяти метров высотой. Сейчас пока еще вот где-то метра три. Несмотря на такую трудную дорогу, очень вы не пожалеете, если все-таки поедете. Сначала вообще не поняла, что это такое. Посреди тундры яркие пятна подъехали. Как вы думаете, чем занимаются эти люди здесь? Это очень интересная вещь, неожиданная. Мы из Казахстана и видели вот это вот все только в отдельном виде. Либо кайтсерфинг на воде, либо сноуборд отдельно. Да. У вас сноукайтинг. И я, честно говоря, раньше такого не видела. Как давно вы занимаетесь этим видом? У нас здесь проходит сноукайт лагерь. Мы вообще приехали со всех уголков нашей страны. И у всех по-разному. Кто-то сейчас прям самый полный новичок. Да. Впервые кайт в руки взял. А я, например, уже почти 20 лет. Серьезно? Да. Ехала я, значит, по Кольскому полуострову, по тундре, к Северному Ледовитому океану. И встречаю пятикратного чемпиона мира по сноукайтингу, который просто вот так вот стоит на босине со мной болтает. А мы тем временем смотрим наш канал, а как там у них. И вот у них пятикратные чемпионы мира в тундре. Вот так вот просто круто-круто. А через сколько мы сможем посмотреть, как вы начинаете уже кататься? Нам нужно минут 10-15. Надеюсь, ветер сейчас еще чуть-чуть усилится, и мы начнем кататься. Отлично! 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 что будем заниматься уже у большинства людей кто активно катается практически все есть одежда горнолыжная ботинки снаряд лыжи сноуборды и чтобы начать кататься необходимо только трапецию докупить и сам кайт с планкой основной плюс кайта зимой это то что вам не нужен подъемник в роль подъемника у нас выполняет ветер ребят я нашла экономный способ для фрирайда минус деньги на вертолеты минус деньги на снегоходы и так далее покупайте кайты но единственное что нужно ровная поверхность и без растительности вы тоже пятикратный чемпион мира скажите мне просто я сейчас уже ничего не удивлюсь меня максим зовут у меня высшее достижение третье место на чемпионате россии по фристайлу ну вы наверное не 20 лет как максим вот еще столько времени впереди обучение уделяю люблю передавать свои знания навыки ладно вы к нам в казахстан приезжайте лучше вы тоже поучите наших ребят а то а то да я вот я говорю что водный кайсерф у нас как бы есть на каспийском море пишите в комментариях хотите ли вы попробовать такой вид спорта кстати есть возможность артема и максима пригласить в казахстан чтобы они научили всех желающих поэтому пишите у нас есть контактные телефоны мы с ребятами можем связаться смотрите смотрите это же она это она она начинается ребят смотрите программу дальше похоже мы его нашли ребятам и на краю света в прямом смысле слова это поселок териберка ставший известным и популярным на весь мир после того как в 2014 году фильм андрея звягинцева левиафан вышел на широкие экраны об этом месте всю нашу дальнейшую программу не пропустите смотрите внимательно потому что это просто волшебнейшее место есть пуп земли а есть край земли и я сейчас стою на пляже которые местные называют пляж драконьих яиц и считаю что я на самом краю света она так и есть потому что сзади меня баренцево море а дальше ледовитый океан и только там где-то далеко северный полюс возможно мы туда когда-нибудь доберемся но сегодня мы здесь на кольском полуострове любуемся этой красотой именно такие виды и ощущения нордической северной красоты заставляют сюда съезжаться людей со всех уголков мира я нашла одного из обитателей вид водоросли ламинария но я знаю что здесь живут и за счет рыбалки живут рыбаки вылавливая треску камбалу здесь есть крабы морские ежи и гребешки и в более теплое время года активно здесь занимаются люди фри дайвингом дайвингом и рыбалкой на треску и и тут несметное количество и вот когда наступает сезон когда рыба приходит ближе сюда к берегу к поселку териберка вот здесь даже недалеко с берега можно видеть китов которые приплывают вслед за косяками рыб говорят север-север все ожидают тут минус 30 принципе температура такая в родном в районе наверное минус 11 комфортно в таком одеянии абсолютно и хочу сказать что мы даже попали в минус 5 и это в принципе вообще алматинская погода поэтому не бойтесь ехать на север не весь север слишком северный хотя это из-за полярный круг кстати интересная вещь до 2014 года териберка приходила прям в упадок абсолютно тут уже и местных жителей не оставалось и вот так вот один человек режиссер звягинцев своим фильмом сделал это место теперь крайне популярным среди туристов и сюда потекли деньги потому что в мурманске не найти порой отелей апартаменты гостевые дома все занято очень трудно если вы так стремительно соберете сюда ехать найти места поэтому лучше заблаговременно и а жилье позаботиться и о гидах потому что гиды тоже постоянно заняты трудно найти свободных организовать себе туры нам помогают здесь иначе бы мы наверное не справились мне сказали что в июне в июле цены достигают когда здесь идет активная рыбалка на треску цены в обычных квартирах у бабушек как говорят обычная квартира порядка 8000 рублей но и 48 тысяч тенге в сутки не говоря уже о стоимости самой рыбалки то есть из некогда умирающей деревне тириберка начинает превращаться в крайне активное туристическое место есть места к посещению в тириберке обязательные в любое время года в любую погоду туристы когда приезжают они должны их вот так вот по пальцам все пересчитать обязательно все посетить и вот например это одно из таких мест это водопад но он замерзший его собственно говоря не видно но зато очень красивое место а туристы все прибывают и прибывают и кстати вот обратите внимание на чем здесь ездят туристы это снегоходы с санями знают что это водопад замерзший но это же место знаменито еще другими вещами помимо красивого вида это батарейский водопад уходит из батарейского озера здесь получается озеро пресноводное да она выше уровня моря водопад идет прям попадает сразу барин до берега отсюда какие самые видны или или так бы по километражу понятны что они где-то здесь рядом с какими странами а но самое близкое это в сторону запада 50 километров это уже на руке а и и и и и и денег приносят туристы териберки с учетом открытия природного парка сейчас будет учитываться каждый гражданин который каждый турист посетивший это место в районе 500 рублей человека ну и тогда будем уже считать сколько денег приносит находит не 450 тысяч именно на кольский полуостров но териберку каждый второй точно приезжает если математик приехала да если они оставят в ресторане допустим тысячу рублей тысячу рублей за снегоходы оставят ну в размерах да если на один день не посещая гостиницы да ну где-то среднем можем умножить на 5 тысяч рублей на 200 тысяч это за год за год да если останавливаться на рыбалку брать в аренду катера снимать гостиницу и жилье то это гораздо больше это это в районе 10 тысяч рублей в день серьезно какие легенды связаны с краем земли у жителей кольского полуострова есть саамские легенды восточнее там река воронья есть там жила саамское племя вот ну как обычно у них на грех начинается пришли злые шведы это тоже северные народы вот как сказать на ограбление брать в плен саамов вот что было сделано один хитрый дед всех из деревни выгнал спрятал встретил шведов играть я вам всем покажу но они очень аккуратные такие все сама они вас увидят давайте сделаем так вы ляжете все сани запряженные оленями они на оленях же передвигались я вас укрою вы только молчите и чтобы не шлились я все привяжу вот и повел он и повел их не к деревнях саамов а повел с обрыва с обрыва повел и сбросил злых шведов с обрыва вот такая легенда есть сами вилл очень интересное место недалеко от мурманска в сторону лавозера место где восстановлен быт северного народа сами говорят их осталось на территории россии не более 2000 человек и мы приехали посмотреть как же живут эти интересные люди жители коренные севера их быт их традиции познакомиться попробовать их еду пойдемте весь туристический поток приезжающий в мурманск и на кольский полуостров конечно же с интересом едет смотреть быт этого народа настоящего северного народа первое упоминание самок а люди которые летят по снегу у нас 10 месяцев зимы поэтому рассчитываем на то что 10 месяцев зимы собираем корм 2 с половиной тысячи мешков ягеля собираем в любом случае поэтому очень удобно ходить крепятся лыжи ручной работы и можно по глубокому глубокому снегу ходить по лесу олени рога сбрасывает каждый год и девочки и мальчики все 10 дней пыжику у него начинают первые шишечки расти рога это продолжение сосудов почему пантовая рога нельзя ни в коем случае ранить поломать еще чтобы олень нестек кровью даже здесь напрямую идет кровь когда растут все рога растут два месяца вот эти рога выросли за два с половиной месяца наш самый главный враг здесь вот например сейчас ворон не ворона а ворон ворон убивает пыжика новорожденного олененка поэтому я в два в три часа ночи у нас же полярный день становится как раз я выхожу и показываю что я слежу я рядышком поэтому я до пяти утра показываю ворону поэтому квадрокоптеры олени боятся это зимнее жилище по-самски называется вежа зимний дом только такой дом раньше в старину конечно же был меньшего размера и огонь очаг все таки должен быть на полу в центре потому что тепло поднимается снизу наверх летом поверьте у нас очень много комаров мошки разного гнуса в такие дома вообще не залетают полнейшая обработка дымом если вы ходите часто в лес и вас комарики кусают продымливайте свою одежду дырка в потолке домик заметается снегом так что заблокировалась вход в дверь заблокирована как папа может попасть в тундру у нас добыча кто папа папа приезжает с мясом или с рыбой и не может попасть через дверь тогда временно не постоянно спускался по лесенке через дымоход какая новогодняя история могла родиться как папа сами приезжает домой с подарками и приходит через дымоход у нас есть такой современный боль бубен он более простой на ободке пришивается оленя кожа и должно быть нанесение самских обозначений наши миры наши боги наши помощники смотрите когда моя олень недалеко я их включила к звуку замечательнейшего инструмента называется варган вот больше ста видов очень очень многих народов австралии вьетнам иран это уже не первая попытка очень надеемся что сегодня повезет вы говорили что в териберке сейчас живет порядка 800 человек да а в свое время когда рыболовец промысел был развит это было до пяти тысяч человек в каком году это все прекратилось и по какой причине начало это все дело останавливаться в 1960 году так как в мурманске расстроился большой рыбный торговый порт и все рыболовские суда начали перемещаться именно в мурманск окончательно это все остановилось в 2009 году из-за наших законов запретили прибрежный лов скажите пожалуйста во что должен быть одет турист чтобы у вас не было проблем он не мерз и чтобы не приходилось возвращаться переодеваться тратить лишнее время он должен одеться в теплую одежду чтобы были термосапоги вот давайте давайте начнем термобелье термобелье термосапоги термоноски напомню вам сюжет фильма левиафан если вы его забыли кстати очень рекомендую этот фильм посмотреть или пересмотреть еще раз после того как вы посмотрите нашу программу эта история рассказанная в социальной драме звягинцева разворачивается в серой и беспросветной провинции механик николай живет на берегу моря с сыном и женой и любимая его женщина приходится мальчику мачеха и в их отношениях складываются не лучшим образом но настоящая беда приходит когда власти решают отнять у механика дом приспособив его под свои нужды кстати то место где был дом он был специально построен для съемок сейчас там находится указатель териберка сделано известным дизайнером логотипов артемием лебедевым форме буквы т и похоже на хвост кита так вот далее коррумпированный мэр забирает землю талантливого но пьющего механика вместе с женой и сыном подростком николай должен освободить дом который когда-то построил своими руками на берегу холодного моря он обращается за помощью к своему товарищу по армии который ныне работает адвокатом москве тот приезжает на помощь папкой компромата но хэппи-энда так и не будет в картине звягинцева государства и есть тот безжалостный левиафан который поглощает простых людей как морское чудовище библейское а ведь каждая судьба даже маленького человека неповторимая бесценна если фильме левиафан макет кита один из главных героев я считаю этого фильма был сделан специально для фильма то вот это скелет кошелота который выбросился здесь недалеко на берег в 2019 году его здесь установили и это еще одна достопримечательность стериберки а вот там чуть-чуть на мысе есть конструкции хвостов китов которые тоже являются достопримечательностью и часто используются на открытках магнитах и стериберки как знаковая культовая инсталляция пойдемте поближе посмотрим кстати вот здесь вот прямо на берегу расположены очень современные рестораны и кафе и если мы с вами видели пляж каменный вот здесь пляж абсолютно из чистого песка вот она вот она знаменитое место кладбище заброшенных кораблей они правда похожи на скелета китов да теперь берите к мрачу первые упоминания эти риберки были 16 века вот это был раболовецкий поселок если вы бы здесь был торговый порт сюда сообщались норвегия и швеции ходили до в англию даже ходили отсюда сюда здесь жили поморы и жили поморы и саму да да добывали норвежь и здесь занимались китобоем а приливы отливы вы говорили же тут еще какие-то неординарные у нас же большие приливы отливы достигают до трех с половиной метров сейчас вот мы находимся как раз во время начинания отлива отлива когда при полном отливе эти суда полностью осушаются и здесь берег полностью сухой да сегодня утром она была прям до верха сейчас вот мы здесь стоим как раз здесь была вода не замерзает баренцево море не замерзает вообще 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 не за потому что у нас тепло течение гольд стрим который идет с мексиканского залива вот так вот по взмаху скажем так дирижерской режиссерской палочки населенный пункт вдруг становится снова востребованным здесь кипит жизнь и отстроились за это время с момента выхода фильма здесь и гостевые дома и гостиницы и рестораны кстати хочу вам сказать что цены здесь достаточно высокие в ресторанах в основном из морепродуктов все и обыкновенный ну как сказать обыкновенный салат из краба ну из крабового мяса стоит порядка 600 рублей порция супы такие как уха или гуляш по порядка 500 600 рублей тоже за порцию то есть обед на одного человека 1 2 3 компот обойдется вам смело почти в 3000 рублей если мы умножаем на курс например казахстанского тенге то у нас получается 18 почти 1000 тенге на человека смотрите вот оно какое красивое мы его поймали мы его поймали не зря так долго ехали не зря не зря слушайте это обалденное зрелище вы наверно даже не знаете что такое северное сияние его называют аврора я вам сейчас расскажу вы просто слышали северное сияние а как оно происходит из-за чего оно бывает и почему за ним нужно охотиться это вы узнаете буквально через секунду так вот явление северного сияния с научной точки зрения конечно лучше всего объяснят физики вовсе не я которые занимаются магнитной гидродинамикой упрощенное же объяснение звучит просто так как мы с вами говорим появление красочного сияния в небе и ему мы обязаны солнцу во время масштабных солнечных вспышек масса частиц попадают в космос достигая магнитного поля земли частицы движутся к северному магнитного полюса где вступают во взаимодействие с верхними слоями атмосферы энергия которая высвобождается при этом процессе называется северное сияние на баренцевом море северное сияние нас абсолютно радует я думаю вас тоже у меня столько эмоций мы так далеко летели важно помнить что северное сияние полностью зависит от прихоти и природы мы охотились на него несколько дней но совершенно неожиданно как вот и говорится что нужно запастись терпением поймали такие его рады вам его показать кстати аврора болярис прихотливая словно изнеженная барыня она больше всего любит сухую холодную погоду которая бывает в декабре поэтому декабре шансы очень большие порой можно услышать что самая сухая погода обеспечивает чистое небо с 10 до 11 вечера говорят что лучше всего наблюдать его но оно началось в семь мы всем увидели в первые всполохи на темном небе и собственно говоря к половине девятого вечера уже все небо разверзглась сиянием красивым а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok